Акция «Шагающий автобус» для городских шагов Шагающий автобус «Шагающий автобус» для городских шагов Как отметили в региональном Минтопе, уменьшение с текущей недели уже наблюдается. Насколько снизилась цена, расскажет Мерген Айон. В последние месяцы жители Тувы все чаще волновал вопрос заправки топливом своего автомобиля. Автолюбители заметили рост бензина во всех АЗС республики. Также стоит отметить, что скачки цен зафиксированы были в целом по стране. А к началу октября было замечено небольшое снижение цен на топливо. Об этом рассказал нам руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по республике Тува. Понижение цен связано в первую очередь с насыщением рынка оптового, то есть увеличением объема продаж на оптовом рынке в связи с принятыми правительствами МФ, мерами по запрету на вывоз ГСМ за пределы Российской Федерации, в связи с чем произошло насыщение рынка. И соответственно понижением цены в мелком опте, что также сейчас на сегодняшний день отражается на розничном сегменте города Казылы и Республики Тува в целом. Так, за последнюю неделю в республике цена на ГСМ уменьшилась на 1-2%. Правительством Республики Тува приняты меры по субсидированию владельцев АЗС для снижения цены топлива для конечного потребителя. В настоящее время подписано соглашение с тремя предпринимателями из Тувы – два в Кызыле и один в селе Байхак. Ожидаем снижение цены путем субсидирования на одном АЗС в туране завтрашнего числа и на одном АЗС по этому предпринимателю в городе Кызыле, начиная с субботы текущей недели. И эту работу мы продолжим по снижению цен на АЗС путем субсидирования. По словам министра топлива и энергетики, на тех заправках, которые заключили соглашение о снижении цен, ожидается снижение минимум на 3 рубля, что существенно облегчит покупку топлива населению. Федеральная антимонопольная служба республики дальше продолжит мониторить цены на бензин. Как результат принятых мер правительством РФ, оптовые цены снижаются. И, конечно же, это скажется. В ближайшие недели 2-3 будет снижение. Насколько будет сейчас сложно сказать, но мы прогнозируем порядка от 3 до 5, возможно, и до 10% снижения до конца октября плюс в ноябре месяце. Если вы приняли решение воспользоваться региональной субсидией, то подробную информацию и заключить договор можно в Министерстве топлива и энергетики, который находится на улице Калинина, 11. Или проконсультироваться по всем интересующим вопросам можно по номеру телефона 5 15 57. Мергену Юн, Владимир Суртук, Ангар Кюжигет, телеканал ТУВА24. Повышение стоимости на муку и растительное масло в ТУВЕ стало обоснованием увеличения цены на хлеб. Подорожание спровоцировало и то, что многие регионы России потерпели засуху, ведь именно они обеспечивают поставку сырья. Об этом сегодня сообщили представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики. Насколько увеличилась цена на товар первой необходимости, узнавала Аэросад. Себестоимость производства хлеба растет из-за этого во многих регионах Сибири, в том числе и в Алтайском крае, производители пересматривают ценовую политику. Ситуация, в частности, коснулась и республику. В связи с тем, что в соседних регионах наших, в частности в Алтайском крае, в этом году урожай из-за погодно-климатических условий недополучен, чем ожидалось по плану. И поэтому создается некий вакуум дефицита муки, как основного сырья для производства хлеба. И в связи с чем и подорожала цена муки, соответственно, на порядок. И в связи с этим наши хлеборобы с сегодняшнего дня отпускную цену, именно по согласованию с нами, поднимают на 2 рубля. В магазин хлеб будет поступать по 33 рубля, а там же наценка торговой точки, то есть торговая наценка тоже составит рублей 3-4. Индивидуальные предприниматели и пекарни, учитывая транспортные и другие расходы, должны поставлять хлеб в магазины за 33 рубля. А далее – своя торговая наценка. Но, как отметили в региональном министерстве сельского хозяйства, наценка ни в коем случае не должна превышать 37-38 рублей. Так как хлеб относится к продукту первой необходимости, рост цен будет на постоянном контроле у региональных властей. Таким образом, цена на хлеб подорожала в связи с тем, что повысилась стоимость на основное сырье, то есть муку. Территория Алтайского края претерпела серьезную засуху, а как известно, регион является основным производителем и поставщиком. С уверенностью можно сказать, что ни одна трапеза в семье не проходит без хлеба. А вот то, что социально значимый и продовольственный товар первой необходимости действительно подорожал, заметили многие. За сколько вы покупаете сейчас хлеб? В последний раз 45. Дороговато вообще. 30 с чем-то я брала. 35, по-моему, или 32. А сейчас вот 45. Добавим, что учитывая потребности жителей республики, в год необходимо производить не менее 25 тысяч тонн муки. Но на сегодняшний день в регионе функционируют три мельницы. Объем их производства до 700 тонн в год. Аграрная политика должна быть нацелена прежде всего и на обеспечение продовольственной безопасности. Оригинальное министерство сельского хозяйства работа в направлении самообеспеченности продуктами питания, изготовленными из сырья местных сельхозтоваропроизводителей, планирует усилить. Айра Асад, Владимир Сюртёк, Айдана Сенденма, телеканал Тува-24. В Центре тувинской культуры прошла конференция, приуроченная к 25-летию образования службы защиты леса Тувы. Главной темой стал вопрос влияния климатических факторов и развития очагов хвои и листогрызущих насекомых. Более подробно смотрите в сюжете далее. Всех участников и гостей связывает одна проблема – борьба с вредителями в лесах, влияние насекомых на состояние и прирост насаждений. Хвои и листогрызущие насекомые, обедая хвою и листву на деревьях, нарушают их нормальный водообмен и ассимиляцию, что ведет к потере прироста и устойчивости. Именно сегодня собрались представители восьми регионов, чтобы обсудить данную проблему. Проблема не только как конкретно региона одного, там, Сибирского или Дальневосточного. Проблема сегодня в целом, в том числе с карантинными видами вредителей, такие, как непарный шелкопряд, который сегодня распространяется, не имея границ. Потом проблемы инвазивных видов. Они сегодня актуальны для кедровников в Томской области. Инвазивные виды – это как раз те виды, которые путем перемещения… То есть человек повлиял на перемещение этих инвазивных видов, и они на новых площадках, на новых кормовых культурах ведут себя агрессивно, распространяются. Это по Сибири сегодня две больших проблемы. Это полиграф уссурийский, который повреждает пихтовое насаждение, и союзный караэт, который сегодня в Томской области на больших площадях повреждает кедр сибирский. Для каждого участника это знаковое мероприятие. Данная площадка собрала представителей защитников леса, где они совместно смогут выработать единые подходы по мониторингу основных поднадзорных вредителей и принятию управленческих решений. Участники данного мероприятия – представители регионального правительства, директора филиалов Российского центра защиты леса Дальневосточного федерального округа Владивостока-Хабаровска. Проблема численности вредителя, то есть это наши вредители, которые в составе своего биогеоциноза, они в наших лесах присутствуют постоянно. Но в связи с тем, что погодные условия влияют на развитие численности, то есть это, я уже говорил, это и сухая погода, это и малое количество осадков, все это приводит к росту численности, потому что на сегодняшний день кормовая база, то есть так называемые резерваты не имеются, это лиственничники, которые вредители, сибирский шелкопряд повреждает. Поэтому тема очень актуальная и совместно выработана будет позиция с учетом всех мнений, особенностей каждого из наших регионов. И будем принимать какие-то консолидированные решения с целью того, чтобы качественно наладить мониторинг за нашими основными подназорными вредителями. Это сибирский непарный шелкопряд, как я уже говорил. Представители Сибирского федерального округа, а именно Томска, Алтая, Новосибирска, а также ветераны службы защиты леса и представители науки лесничества выступили с докладом о своих проблемах в регионе. Например, в Томской области проблема с инвазивными вредителями. В Томской области у нас два вида инвазивных вредителей. Это полиграф белопихтовый, он у нас по всей Сибири распространен. На всей территории практически уже и в Европе поражает пихту. Но в 2018-2017 году появился еще один инвазивный вид – это союзный караед, который повреждает именно кедр. Этого вредителя ни в одном регионе Сибири еще пока нет. У меня доклад как раз будет на эту тему. Подобные встречи для обсуждения и решения насущных задач с представителями защитники леса, как выяснилось, в регионе проходят каждые пять лет. В течение 25 лет Центр защиты леса Республики занимался мониторингом, защитой и восстановлением лесов Тувы. Инна Клаянчих, Ангангаг, Дарина Даргат, телеканал Тува-24. Указом президента Российской Федерации о предоставлении сведений, содержащихся в документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации, с использованием информационных технологий введена возможность предоставления цифрового удостоверения вместо бумажного паспорта. Цифровой паспорт – это удостоверение личности в виде пластиковой карты с чипом. На ней, помимо паспортных данных, могут храниться водительское удостоверение, СНИЛС, ИНН, электронная подпись и даже биометрические данные. Цифровой паспорт можно будет показывать в мобильном приложении Федеральной государственной информационной системы госуслуги. Предъявление документов, удостоверяющих личность в электронной форме, будет соответствовать предоставлению бумажной версии паспорта. В любом случае, за гражданами остается право использовать любой вид документа. Важно знать, что мобильное приложение госуслуги можно будет использовать вместо бумажных документов, удостоверений, выписок, справок, свидетельств паспорта, только в отдельных бытовых случаях. Получить цифровое удостоверение можно будет с помощью мобильного приложения, системы, единый портал государственных и муниципальных услуг. Бездомным любителям выпить и в целом нарушителям общественного порядка, которые прописались на Кызылском Арбате, изрядно не повезло. Теперь сотрудники полиции в буквальном смысле всегда рядом. Здесь и установили пункт полиции. Стало ли меньше нетрезвых людей, расскажет Айросад. Если внимательно смотреть, то можно понять, что Кызылский Арбат живет своей жизнью, у каждого свои заботы и проблемы. И во многом это вопрос того, откуда взять очередную бутылку спиртного. И между этим можно увидеть, как на скамейке отдыхают мамы с детьми, пожилые и молодежь. А ведь в других городах Арбат – это место протяжения уличных музыкантов, художников и артистов. Причем с большим количеством достопримечательностей и туристов. А для того, чтобы Кызыл не стал исключением, властями ведется планомерная работа. Жители надеются, что Арбат в будущем поистине станет культурной площадкой. Алкоголизм – это страшная болезнь. К сожалению, у нас в республике очень много пьющих людей. И это, учитывая тот факт, что нас очень мало. Мне печально и грустно видеть, как в самом центре города распивают спиртное. Сама я многодетная мать, у меня шестеро детей. Я очень переживаю за будущее нашей республики. Необходимость в опорном пункте на Арбате назрела давно. Все для того, чтобы люди чувствовали себя в безопасности и комфорте. Пункт полиции на Арбате установили всего пару дней назад. Но здесь уже побывали первые нарушители общественного порядка. Территория Арбата, мы все знаем, это в первую очередь общественное место. Здесь должны наши горожане, жители, гости должны просто отдыхать и наслаждаться должны. Бывает наоборот. То есть люди в состоянии алкогольного пенения. Здесь почти что ежедневно появляется состояние алкогольного пенения и создают дискомфорт, неудобство. И для этого мы здесь решили установить именно пункт полиции для оперативного изолирования вот таких людей. Сотрудники полиции оперативно должны людей в состоянии алкогольного пенения изолировать. Поместив данный пункт полиции, там нужно принять меры административного характера. То есть составляет административные протоколы по различным статьям Кодекса об административных правонарушениях. То есть основная статья это 20.21 появление общественных местах социального пенения. Пункт полиции построили в рамках муниципальной программы. Работа по изготовлению помещения выполнена в одной из исправительных колоний. У нас имеется муниципальная программа по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности на территории города Козыла. Есть муниципальная программа. Вот в данный объект мы уходили торги, выиграли исправительную колонию номер один. В пункте уже несут службу сотрудники и полиции. Они же и выходят на патрулирование центральной части Козыла. Совпадение или нет, но нетрезвых людей на Арбате стало действительно меньше. Очень мало стало, потому что я здесь живу в центре, я знаю, вижу каждый день. Было общественное место, потом стал питомник для бомжей. Сейчас чисто стало, всё хорошо. Из пункта полиции нетрезвые люди далее доставляются в МКУ центр или в народе в отрезвитель. Будем надеяться, что Козыльский Арбат действительно станет местом отдыха гостей и жителей столицы. Но это во многом зависит и от самих людей. Культура поведения должна исходить от каждого. А для начала молодым людям не мешало бы хотя бы не плеваться. С началом нового учебного года с целью закрепления навыков безопасного поведения на дороге госавтоинспекторами и педагогами средних образовательных учреждений на постоянной основе проводится акция «Шагающий автобус». К участию в акции присоединилась и школа номер 7 города Кызыла. По маршруту следования шагающего автобуса сотрудники госавтоинспекции провели детям инструктаж, в ходе которого научили школьников считывать дорожно-знаковую информацию, а также рассказали детям, как избежать дорожных ловушек. Красный запрещает нам переходить дорогу. То есть категорически запрещено переходить дорогу на красный цвет светофора. Запомните, ребята, хорошо? Даже если вы опаздываете в школу, на урок, в автобус, ни в коем случае дорогу на красный цвет не переходим. Запомнили, да? А жёлтый цвет что означает? Молодцы, приготовься. А зелёный? Да. Так, мы можем переходить дорогу только на зелёный цвет светофора. Запомните, хорошо? С наступлением осенне-зимнего периода значительно уменьшается световой день и снова становится актуальным использование пешеходами свето-возвращающих элементов. Не хочется говорить о грустном, но факт остаётся фактом. Одно из самых распространённых ДТП – наезд на пешехода. Согласно статистике, использование пешеходам световозвращающих элементов в одежде позволяет снизить риск этого происшествия более чем в шесть раз. Поэтому очень важно, чтобы у каждого ребёнка были световозвращающие элементы либо на верхней одежде, либо на школьном портфеле. Здесь далека хорошо. Световозвращающие элементы должны быть на рюкзаках с боковых сторон. Остановками шагающего автобуса были пешеходные переходы, вблизи которых ребятам разъяснили правила пересечения проезжей части. Первоклассники под руководством сотрудника полиции учились безопасно переходить дорогу. Аккуратненько. Вы сюда. Далее сотрудники госавтоинспекции совместно с первоклассниками школы номер 7 города Кызыла провели акцию «Шагающий автобус». Здравствуйте. Соблюдайте правила дорожного движения. Особенно перед школами, да? Перед пешеходными переходами снижаем скорость. Принять участие в акции хотели все школьники. Ведь очень важно взрослому человеку услышать от детских уст, что нужно быть осторожными за рулем, так как участились наезды на пешеходов. Поэтому каждому водителю нужно соблюдать ПДД и перед пешеходными переходами снижать скорость. Давай. Расскажи про акцию. Соблюдайте правила дорожного движения. Да, молодцы. Хорошо, спасибо. Спасибо. Давай. Соблюдайте правила дорожного движения. Да, дорожного движения. Хорошо. У нас тут участились в городе наезд на пешеходов, поэтому призываем нас, чтобы соблюдали всегда правила дорожного движения и перед переходами снижали скорость. В нашей стране ежегодно жертвами дорожно-транспортных происшествий становятся дети. Каждый день они выходят на улицу и становятся участниками дорожного движения. Очень часто ребята нарушают правила дорожного движения или вовсе их не знают. Поэтому подобные акции действительно нужно проводить в образовательных учреждениях. Когда переходим по пешеходному переходу, мы смотрим по сторонам. А переходим на какой цвет сигнала? На зеленый. А ты какие знаешь правила дорожного движения? На красный переходить нельзя. Подобные акции со школьниками проходят еженедельно не только в городе Кызыле, но и во всех муниципалитетах. Уважаемые родители, проводите с детьми ежедневные пятиминутки безопасности. Важно, чтобы школьники научились выбирать безопасный маршрут от дома до школы, знали идеи, как правильно переходить дорогу, обращали внимание на дорожные знаки, учились распознавать опасные ситуации и дорожные ловушки. Акции у нас проводятся еженедельно со школьниками города Кызыла и по всей республике тоже. Данная работа посвящена обучению детей младших классов правилам дорожного движения. Ведь ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом была и остается очень тревожной. Улицы современных городов не очень приспособлены для детей. Ребёнок, оказавшийся на улице, автоматически может считаться в состоянии опасности. Дорожно-транспортные происшествия – это самая частая причина гибели детей на улице. А травмы ДТП – самые тяжёлые. Если дети с ранних лет поймут и усвоят правила дорожного движения, они смогут избежать опасных ситуаций и сохранить свою жизнь. Поэтому обеспечение безопасности детей на улицах и дорогах, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма является одним из наиболее насущных, требующих безотлагательного решения задач. На производственной базе ООО «Восток» состоялась экскурсия для школьников Гослицея, где они посетили дорожную лабораторию, увидели, как проверяют готовую дорожную конструкцию и не только. На познавательной встрече побывала и наша съёмочная группа. Для школьников 6-го класса столичного Гослицея день, можно сказать, удался. Они посетили с экскурсией лабораторию, где проверяют качество готовых дорожных материалов, посмотрели оборудование, прикоснулись к готовым дорожным покрытиям асфальту. Задачи, которые на сегодняшний день поставлены президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, о расширении дорожной сети, приведению в нормативное состояние для хорошего передвижения наших граждан по дорожной сети России, также для путешествия и для безопасности дорожного движения. Задачи данные поставлены, требуют большое количество кадров. В связи с тем, что существует нехватка квалифицированных кадров в дорожной отрасли, региональным Министерством дорожно-транспортного комплекса, совместно с Министерством образования, ФКУ «Опрудор Енисей», было решено провести экскурсию профориентационной направленности, где помимо лабораторий детям показали производство асфальтобетона и рассказали о профессии дорожника. В данном кабинете происходит испытание асфальтобетонной смеси. Проверка в соответствии всех характеристик качества проверяется асфальтобетон на соответствие требованиям стандартов. То есть перед тем, как выйти на дорогу, асфальт обязательно проверяется. Дети с большим интересом рассматривали оборудование лаборатории, слушали работников ООО «Восток» об испытаниях, которые здесь проводятся. Также Владимир Мельников отметил, что большая часть молодежи на сегодняшний день все больше интересуется техническими специальностями и направлениями деятельности. Как считают работники ООО «Восток», такие экскурсии позволяют школьникам познакомиться поближе с будущей профессией. В конце экскурсии ребятам в целях профилактики безопасного дорожного движения вручили световозвращающие рюкзачки и напомнили им о правилах дорожного движения. Мергену Юн, Буяну Юн, Айдана Сенденма, телеканал ТУА-24. Глава ТУВИ Владислав Хавалык посетил Мангун-Тайгинский район с рабочей командировкой. В первую очередь глава проинспектировал установку резервного дизель-генератора на станции в селе Мугураксы. Отметим, что две новые установки мощностью 500 кВт каждая установили в конце сентября. Сейчас эти машины исправно работают, поэтому наличие резерва повысит надёжность электроснабжения отдалённого села, исключив продолжительное отключение в случае выхода из строя основного оборудования. Мы работаем над повышением надёжности электроснабжения в отдельных сёлах. Обновляем оборудование дизельных станций, чтобы исключить риски аварийных отключений. В прошлом году в Торехеме Тонжинского района установили пять новых ДГУ. В этом году их парк довели до шести. Также заменим технику в Терехольском районе. До конца месяца в Кунгуртуге будет установлено три новых дизель-генератора. В планах также заменить три трансформатора. Держу эту работу на личном контроле. Напоминаю муниципальным властям и региональному Минтопэнерго о необходимости заранее уведомлять население о плановых отключениях электроснабжения. В случае несчастных ситуаций оперативно информировать жителей сёл о сроках проведения ремонта. В Туве в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» идет масштабное строительство автодорог как городского, так и регионального значений. На данный момент завершается первый этап по реконструкции дороги в Кызыле на улице Колхозной. Что было проделано и чего ожидать дальше, смотрите в нашем сюжете. В рамках национального проекта с апреля 2023 года началась масштабная реконструкция автомобильной дороги на улице Колхозная, а именно участка от остановки с вороток до примыкания улицы Магистральная. Ремонтные работы было решено разделить на два этапа. Дорожники сдали участок с опережением графика. На сегодняшний день по этому проекту у нас общая стоимость составляет более 600 миллионов рублей. В текущем году было использовано 250 миллионов рублей. Это он разделен на два этапа. Первый этап был двух километров от съезда Крылова до Дома ветеранов. На объекте завершены земляные работы. Из щебеночно-песчаной смеси уложен нижний слой дороги на два километра. Дорожники параллельно укрепили щебнем обочины и уложили бордюрный камень. На участке трудились 30 дорожников и 18 единиц спецтехники. Выполнены основные все работы. То есть укладка асфальтобетонного покрытия, четыре полосы, бордюрное ограждение выставлено, освещение выполнено, автобусные остановки выполнены, установлены автопавильоны. Освещение есть. Парковочные места в районе ТГУ, в районе сельхозтехникума. На сегодняшний день сотрудники ООО «Восток» завершают установку светофоров и пешеходных переходов. Всего запланировано отремонтировать 4200 метров дорожного полотна. В инспектировании ремонтных дорог на данном участке участвовали и общественники. Народный фронт – это общественная организация, она именно сидит, как исполняются указы президента на места. Вот мы практически уже позапрошлого года, где строительство какой-то дороги, что мы прямо с момента начала, то есть как началось строительство и до того, как закончится. Дорогу сделали хорошо, освещение сделали уже, все это хорошо, но вот я думаю, до осени пока еще не холодно. Вот здесь тротуар еще сделают, что очень безопасно будет. Данный отрезок дороги был выбран исходя из приоритетов. Дорога соединяет микрорайоны города, по ней проходит школьный маршрут и осуществляется плотный поток пассажироперевозок. В рамках национального проекта в ближайшее время закончатся работы и на дороге Кызыл-Сарыксе. Арлана Байду, Буяно Юн, Ангыр Кужугет, телеканал ТУВА-24. У меня на этом все. Вы смотрели ежедневный выпуск телеканала ТУВА-24. Я, Инна Клаян, с вами прощаюсь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова